У уссурийских шорт-трекеров новые тренеры, прибыли преподаватели из Поднебесной. Всего за три месяца они должны поднять профессиональный уровень наших спортсменов. Подготовкой ребят китайцы остались довольны. Должен отметить, что подготовка ребят находится на довольно высоком уровне. Есть еще над чем работать. В этом и состоит моя основная задача. Поднимать профессиональный уровень уссурийских детей. Все тренировки организованы для достижения одной большой цели. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году должно быть больше российских шорт-трекеров. Постановка таких глобальных целей не случайна. Шорт-трек был утвержден правительством Российской Федерации как базовый зимний вид спорта в Приморском крае. И к 2014 году необходимо подготовить спортсменов, которые смогут войти в Олимпийскую сборную страны. Сейчас среди посещающих секцию по шорт-треку уже сформировалась когорта сильнейших. И в план их тренировок входят не только занятия с китайскими тренерами. Мы, конечно, должны все равно будем продолжать занятия, продолжать иногда ездить все-таки во Владивосток и заниматься с корейским тренером, потому что мы все-таки в сборной. И нам надо будет потом с ним выезжать далее на какие-то следующие этапы соревнований. Эти ребята уже смогли доказать всей стране, что достичь отличных результатов за короткий промежуток времени возможно. Екатерина Работкевич и Вячеслав Карпов в составе сборной Приморского края участвовали во всероссийских соревнованиях «Сочинский Олимп». Катя и Слава вошли в десятку лучших шорт-трекеров-юниоров, сумев обойти более опытных соперников. Они подготовлены были очень сильно, но мы не отличались, потому что у нас бывали те моменты, что мы догоняли и перегоняли их. Ну, то, что мы не совсем так от них отстаем. Мы все-таки на их уровне, можно сказать. Они бегали, конечно, много лучше, но мы старались и вот результаты. Заезжие тренеры делают ставку только на положительный результат. Сейчас идут усиленные тренировки.